Тор против VPN, VPN против Тор. Что выбрать и нужно ли это? Ответ на второй вопрос – да, нужно. Особенно в наше неспокойное время. Ответ на первый – ну, нужно разбираться, начнем с Тор. Известен он давно. Первый релиз был опубликован в 2002 году, причем сразу с открытым исходным пунктом. А разрабатываться технология начала еще в далеком 95-м и связана, во-первых, с военно-морскими силами США и, во-вторых, с DARPA. А что на заре интернет не было связано с DARPA? Ничего. Итак, Тор от английского The Onion Routing – луковая маршрутизация. Тор действительно в основе своей имеет луковицу как в прямом смысле, так и в смысле Чаполина. Это распределенная децентрализованная сеть независимых узлов нот, которые пропускают через себя трафик от вас и обратно и за счет луковочной технологии позволяют вам сохранять анонимность в сети. Как? Ваш запрос в браузере, например, Google.com – это сердцевина луковицы. Перед отправкой запроса клиент Тор строит случайный маршрут, состоящий минимум из трех узлов. А значит ваш запрос защищен, как минимум, тремя слоями луковицы. Луковица отправляется в путь и на каждом этапе она теряет по одному слою. То есть каждый узел знает, откуда пришла луковица и куда ее передать дальше. То есть предыдущий IP и следующий. И только в финальный выходной узел снимает последний слой и узнает, что вам нужен сайт Google.com – сердцевина луковицы. Он открывает сайт Google и отправляет его обратно по той же схеме. Сайт Google думает, что это не вы обратились к нему, а вот это последняя нода. Ему кажется, что вы зашли с этого IP. И каждый узел маршрута также не знает кто вы, он знает лишь предыдущий и следующий IP, то есть откуда пришел запрос и куда его отправить. И лишь первый узел знает ваш реальный IP, но он теряется в последующем маршруте. Для того, чтобы выяснить ваш реальный IP, злоумышленнику должны принадлежать все три узла, а так как маршруты всегда случайные, ему должны принадлежать все узлы сети Тор. Сейчас это около десяти тысяч серверов, такая потенциальная возможность есть у АНБ, но на данный момент нет подтвержденной информации о связи Тор с АНБ. Это что касается анонимности в сети. Кроме того, Тор используется для обхода блокировок. Ну и я думаю, понятно по какому принципу. Скажем, сайт Rootracker.org заблокирован Роскомнадзором для жителей России. Но при заходе через Тор не вы попадаете на Rootracker, а какой-то странный пользователь с последнего узла сети. Технически работа с Тор очень проста. Вы устанавливаете Тор браузер и работаете. Проект бесплатный, поддерживается энтузиастами. Теперь о VPN. VPN это технология, которая как бы ложится на классический интернет, как колбаса ложится на хлеб, образуя бутерброд. Мы не будем рассматривать все способы применения VPN, а поговорим о той, что с аббревиатурой VPN сейчас и ассоциируется. А именно о той технологии, что позволяет обойти блокировки и обезопасить ваш трафик в общественных сетях. VPN похож на Тор, только в очень отдаленном приближении. Здесь также вы выходите в интернет не под своим IP. Физически это выглядит так, как будто вы житель другой страны. Но достигается, в отличие от Тор, это за счет установки тоннеля между только двумя компьютерами. Вашим и каким-то в сети. То есть в отличие от Тор, где маршрут меняется каждые 10 минут, тут вы знаете точку выхода, поскольку вам ее нужно предварительно арендовать. Называется это точка VPS, виртуальный персональный сервер. И стоит начиная от 2 долларов в месяц. То есть работает это так. Вы арендуете сервер в какой-то другой стране, иначе зачем нужен VPN. Устанавливаете на свой компьютер программное обеспечение, например, на основе OpenVPN. И ваш компьютер соединяется с удаленным сервером по зашифрованному каналу. Таким образом вы выходите в интернет от имени, а имя в сети это напомню IP адрес, того компьютера, с которым установили соединение. Можете посещать любые сайты, в том числе заблокированные в вашей стране. При попытке вас отследить будет казаться, что вы просто зашли на удаленный сервер и сидите на нем. Попытка перехватить трафик и проанализировать, где вы были, ни к чему не приведет. Трафик шифруется, причем в отличии от Тор весь, а не только тот, что идет через браузер. Так работает технология в принципе. Вы можете сделать все самостоятельно, например, с помощью бесплатного сервиса Amnesia VPN, ссылка на скринкаст в описании. Либо обратиться к платным VPN сервисам, которые все сделают за вас и просто предоставят вам доступ к их VPN серверу за отдельную плату. А теперь попробую ответить на вопрос, что выбрать Тор или VPN. Тор бесплатный, анонимный, но медленный в сравнении с VPN. Ваш IP адрес установить практически невозможно, а вот сам факт использования Тор наоборот несложно. Полиция и спецслужбы могут брать на заметку всех, кто пользуется Тор как потенциально опасным. VPN платный, пусть и 2 доллара в месяц, но это не бесплатно. Он быстрый, трафик шифруется, это хорошо. Им можно пользоваться в общественных сетях, например, в кафе с бесплатным Wi-Fi, не опасаясь перехвата трафика. С помощью VPN можно смотреть, например, американский Netflix, который будет думать, что вы в Америке. Это относится к плюсам. Минусы. Вы выходите в сеть всегда под одним IP. Пусть и не под своим, и это плохо. А еще хуже, что тут нет луковичной технологии и арендованный VPS сервер в принципе знает ваш реальный IP. Это не значит, что его знают все, но потенциальная возможность утечки есть. Что выбрать, Тор или VPN? Выбирайте спокойствие, как советовал Карлсон. Нет денег – используйте Тор. Он сохраняет анонимность и позволяет обходить блокировки. Есть деньги – хотя бы 2 доллара, возьмите VPN. Вы также обходите блокировки и плюс к тому получаете дополнительную защиту трафика. Если есть деньги – опасения – используйте и то, и другое. Если опасения очень сильны – не используйте ничего. Отключите интернет, сожгите компьютер. Все. Всем пока.